Многолетнее отсутствие света на одной из улиц в поселке Александровка вынудило людей выйти на Старокиевскую дорогу с лозунгами. Обращение к представителям власти ни к чему не привело. Решительно настроенные люди были готовы перекрыть дорогу. Но местные депутаты сдерживали недовольных до приезда тяжелой артиллерии. Председателя Коминтерновской районной администрации Ивана Марзака. В результате улицу пообещали включить в план по электрификации села. 28 марта ближе к часу дня на Старокиевской дороге возле поселка Александровка собралось довольно много людей с плакатами. Они требовали провести электричество на их улицу. Ожидание светлого будущего затянулось на десятилетие и терпение людей лопнуло. Обращение к властям ни к чему не привело. В свое время районная администрация даже дала рекомендации касательно этой проблемы. Но 19 лет, чтобы не было такого, чтобы уже включить, наконец-то сделать, люди за свой счет поставили столбы. Посмотрите, они лысые, оборваны. 19 лет они стоят оборваны. И тем не менее, что обращались в райадминистрацию, в голове администрации. Он давал рекомендации, есть бумага с рекомендацией сельскому голове шахраю. К слову, к митингующим пришли местные депутаты с односельчанами, которые пытались погасить ситуацию. Ведь люди собирались перекрывать дорогу. В итоге выяснилось, что эта улица вообще никакого отношения к поселку Александровка не имеет. Так это именно не к Союзу Александровка обращается, а к администрации Коминтеровского района обращается. Чуть позже появился долгожданный председатель поселкового совета, который довольно четко разъяснил ситуацию. Я им объяснил, приходите на народный бюджет, где мы будем утверждать, утверждать будем. Планы на 2013 год по народному бюджету. Никто из них не пришел. Так что ждите следующего народного бюджета. Получается, сама местная власть вообще не может распределять средства. Еще чуть позже подъехал и глава райадминистрации Иван Марзак. Чиновник прочел лекцию о народном бюджете и сказал, что посодействует, чтобы в будущем эту улицу электрифицировали. Но точные сроки, увы, не назвал. И возвращаясь к народному бюджету, пригласил митингующих на сход поселка Александровка. Гораздо лучше было бы, чтобы, например, если человек имеет претензию к нам, например, и к местной территориальной громаде, чтобы мы все встретились там, где будет 200 человек, граждан, которые придут на этот сход. И там бы мы это все могли обсудить. Наверняка были бы какие-то конструктивные критики, может, была бы, да? И мы бы могли это все оговорить. Вопрос, когда же появится электричество на одной из улиц Александровки, остался открытым. Удручает то, что этот поселок – пригород Одессы, в котором цивилизация в виде электричества – просто мечта. Глядя на все это, можно сделать вывод. Почти по Ленину. Капитализм – это партия регионов минус электрификация всей страны. По крайней мере, в отдельно взятом поселке. Вадим Тютюкин, Юрий Весилык, телекомпания «Круг».